Всем спасибо. Хочется возникнуть из мятовента Алексея Ивановича, пожалуйста. Дорогие депутаты, я пользуюсь наш шанс, что вы сегодня все здесь. Я так понимаю, что если я напишу заявление и перепишу, то оно будет нового где-то там влудить. Я пишу сегодня заявление о том, чтобы просить вас обеспечить мне доступ до моей земельной дюлянки, которая належит мне на правах приватного властности. Вл. Ленина, 89. Это жертвовый дом, где я проживаю. 15 сотых и без сотых. Из-за того, что по закону я не мог больше брать, чем 15 сотых, 5 сотых, я там оформил на семью для особистого сельданского господарства. Не рівный, не красивый участок, но тем не менее, как соседи жили, так я и родился в свое время, и так и не остався в земельной дюлянке. На сегодняшний день, пока мы там сбирали хлеб, пока мы что-то сделали по хозяйству, только ночью приезжали, мы увидели, что построили серьезный забор, забитый прямо под мои ворота. Сегодня земельная дюлянка, территория агрошколы, оборожена, и я сегодня не имею доступа до своей земельной дюлянки. Тому я вас прошу. А школа зацепила земельную дюлянку? Да, нет. Тому я прошу. У меня есть государственная адреса. Алексей Иванович, земельная комиссия войны. Не надо меня передавать, я знаю, что я пришел, я ставлю доведомо всему депутатам, про то, что я сегодня пишу заяву. И просил бы вас месячный срок надать мне ответ, або выполнять мою заяву, обеспечить мне проливание. Яким чином, это уже проблема в том, кто там городил, то есть забор, чтобы просто подъявились, до какого жасла сьогодні можно зайти. Вприняток, не то, чтобы мне пройти, просто хотели здесь, закрили прямо под ворота, тупо, нагло, среди ночи. Вирили котлован прямо аж до земельной дюлянки, меня даже никто не спросил. Тому я ставлю вас доведомо, я розумію, что это будет на земельной комиссии, я напишу заяву и просил бы. Алексей Иванович, да, мы вас услышали, Ольга Александровна тоже хочет по этому вопросу выступить, а мне надо выйти, я прошу прощения. Ну, насколько знаю, я ни с кем не погоджу вам, как смертный у вас, как ни документов, ни чого. Но сегодня там идет строительство, вырытие котлован, что-то там бетонируется, непонятно, что и до чего. Я услышала, что вы сказали, что перекрыли доступ к участку с улицы Центральной. Вам перекрыли доступ с улицы Центральной, центрального входа, либо со стороны города? Я имею два государственных астана. Для обслуживания будинку доступ есть. Для особистого целянского господарства, где я проводил господарскую деятельность, как гражданин, у меня сегодня перекрытый доступ. В ваших государственных актах прописаны заезды, проезды и доступ к земельной лянке. Что значит? Ну, в крайнем случае доступ до трех земельных дилянок, которые вы там дали гражданам в перестувание, вы им в улицу провожите. И я просил, наверное, мне тоже дать доступ до тех 500, которые сегодня у меня находятся. Это две разные вещи. Один для обслуживания будинку, а второй для совместного целянского господарства. Это два разных акта. Приложите, пожалуйста, копии государственных актов, а также додатки до данного акта. И если есть такая возможность, то копию технической або проектной документации. На представе, яких было разработано и закреплено предоставление. Что делать, да? Я? Да. Продолжение следует...